Руслан Дениченко, сосредитель проекта СтопФейк, с нами на связи. Руслан, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро. Руслан, а вот мы сейчас, используя как раз вот отчет, составленный центром глобального взаимодействия при государственном департаменте США, мы сейчас говорили о том, что Москва активизировала кампанию по распространению дезинформации, но какова цель, вот цель, что отвлечь внимание от своего вторжения в Украину. Мне все-таки кажется, я не спорю с этим отчетом, предоставленным институцией американской, но все же, действительно, вы считаете, Москва активизировала? По моему мнению, все-таки активизация, она произошла даже не 24 февраля 2022 года, а намного ранее. И, в принципе, вот такой темп очень активный в вопросе и пропаганды, и вбрасывание, вкидывание фейков, и манипулятивных определенных месседжей, они были всегда. Либо же вы тоже видите, что за последний, вот скажем так, месяц, давайте так возьмем, с начала 2023 года еще произошел какой-то виток активизации этих процессов? Российская пропаганда действительно периодически активизирует свои усилия. И, например, наш проект, который уже 9 лет мониторит российские масс-медиа, российское телевидение, мы отметили активизацию, например, за год до широкомасштабного вторжения. И мы увидели изменения в риторике, в количестве материала, в тональности материалов. И, по нашему мнению, целый год российская пропаганда готовила население к тому, что война начнется. Она готовила к тому, чтобы россияне не протестовали, чтобы они увидели какое-то обоснование этой войны. Они готовили повод для вторжения. Естественно, с началом спецоперации мы увидели немножко изменения работы пропаганды. Мы увидели, как российская пропаганда начала отбеливать те преступления, которые совершали, например, российские военные. Они пытались забросать какими-то собственными фейками информационное пространство для того, чтобы выгородить Россию. Но и на протяжении этого года мы тоже видим изменения в тональности пропаганды. Если вы вспомните, например, когда были сброшены бомбы на дворец, где скрывались мирные жители в Мариуполе. Или когда был ракетный обстрел точкой у Краматорского железнодорожного вокзала, когда погибло очень много людей. Россия не пытались опровергать, отвергать, выдумать какие-то версии, что это якобы не они стреляли, а украинцы сами обстреливали себя. Или как в случае драмтеатра, что это там азовцы взорвали внутри этого дворца какую-то взрывчатку. А сейчас, вот последние месяцы, мы видим, что тональность российской пропаганды изменилась. Российские пропагандисты на ток-шоу у той же Скобеевой, у Соловьева, они уже прекратили опровергать это. То, что они воюют с Украиной. И наоборот, они теперь соревнуются, кто предложит какие-то более радикальные методы. Давайте чаще стрелять по Украине. Почему до сих пор не все украинские электростанции разбомлены. Почему до сих пор в украинских домах есть электроэнергия, ездят поезда. Они призывают бомбить железнодорожные узлы, не только военные объекты. В то время, как в начале спецоперации они, по крайней мере, делали вид, что они воюют не с Украиной, не с гражданским населением. А они воюют только с какими-то вымышленными неонацистами, нацистами, которые находятся при власти в Украине. То есть российская пропаганда действительно постоянно меняется. И последние несколько недель мы видим опять-таки вот такой всплеск. Мы видим увеличение ресурсов, которые Кремль направляет в пропаганду. И нам кажется, что это связано с отсутствием реальных каких-то побед на поле боя. И Кремлю нужно показать, успокоить собственное население и мотивировать собственное население продолжать эту бессмысленную войну. Что важно, несколько месяцев тому назад российское оппозиционное издание «Медуза» со ссылкой на представителей администрации президента Российской Федерации и со ссылкой на закрытые соцопросы, которые проводились в том числе для Кремля, авторы сообщали о том, что, простите за грубость, но в принципе так это и звучит, пропаганда российская настолько уже накрутила среднего гражданина России, который верит, естественно, условно, и Симоньян, либо Скобеевой и тому второму, что выше уже буквально некуда. Некуда, скажем так. Окей, просто тут важно понимать, во что, как видят в Кремле, должна вылиться, выйти. Вот эта ненависть, которая продуцируется на пропагандистских ресурсах, в телеканалах, телеграм-каналах и многом другом. То есть в Кремле видят какой-то выход для этого? Это возможно, чтобы люди шли, мобилизировались, приходили добровольцами в военкоматы. Какой выход вы тут видите? Ну, естественно, градус ненависти, который был поднят уже до каких-то запредельных величин, его нужно постоянно поддерживать и его нужно увеличивать. Население не должно расслабляться, оно должно постоянно находиться в тонусе. Российские мужчины должны хотеть идти воевать. Опять-таки, в случае мобилизации, ползучей, скрытой мобилизации, никто не должен прятаться от нее. Мы видим, что Путин начал поездки регионами для того, чтобы мотивировать людей, инвестировать какие-то ресурсы в то, чтобы работали ритмично военные предприятия, предприятия, выпускающие какую-то военную продукцию. Ну, опять-таки, то, что Кремль начал в это инвестировать больше усилий, мне кажется, это тоже и хороший знак. Это говорит об отсутствии и побед российских где-то там на поле боя. И в том, что Россия выдумывает какие-то виртуальные победы для того, чтобы свое население держать в таком информационном тонусе. Есть. Не единожды мы слышали заявления, видели выступления представителей Российской Федерации на разных международных площадках, на которых они все еще присутствуют. В том числе, вот есть посол России, постпред России при ООН Василий Небензя. Он сказал, что в Украине свиретствует русофобия, сославшись на якобы запрет русских книг, либо книг на русском языка и памятников. Еще раз, мы говорим сейчас с вами на русском языке. Выйдя из этой студии, я могу говорить на любом удобном мне языке. Украинском, русском, английском, итальянском. Разницы вообще нет. Понятное дело, на подобный пассаж господина Небензия реагировал представитель Украины, проведя параллель между нынешним российским режимом и нацистской Германией. Вот этот спор сейчас можем услышать. Сурепствующей на Украине русофобии есть много проявлений. Помимо тех, что я уже упомянул, это и борьба с русскими книгами. Их сейчас, как в нацистской Германии, уничтожают. Это и постыдная борьба с памятниками. Нацисты делали утверждения о притеснении немцев за границей одним из центральных элементов своей пропаганды. Ложные утверждения о дискриминации немцев использовались как оправдание агрессивной экспансии, аннексии и зверств. Столь большое сходство с курсом действий России, в том числе здесь, в Совете Безопасности, дает понять, что кремлевский преступный режим также должен оказаться на скамье подсудимых после военного поражения в Украине. Имеют ли подобные пассажи от официальных представителей в Российской Федерации определенное влияние на позицию тех или иных стран, которые принимают решение голосовать в ООН, помогать Украине военной помощью, либо же гуманитарной финансовой помощью? Естественно, на украинцев такая пропаганда никак не повлияет, потому что мы с вами понимаем, что это все ложь, это все придумано и высосано из пальца пропаганда. В то же время Россия не оставляет попыток повлиять с помощью этой риторики, с помощью этой неправдивой информации на те страны, которые сейчас поддерживают Украину, которые дают ей и финансовую, и военную помощь. И особенно на страны, которые сохраняют пока нейтралитет. Это страны так называемого глобального юга. Это и африканские, и азиатские страны, и Латинская Америка. И вот на изменение их позиций, мне кажется, вот эта риторика и рассчитана. Потому что вряд ли в европейских странах или в Соединенных Штатах, в Канаде кто-то поверит этим заявлением, бессмысленным заявлением, безосновательным обвинением или Небензи, или Лаврова, или других каких-то российских чиновников. Ну и еще одна, так сказать, цель этой пропаганды могут быть обыватели в тех же Соединенных Штатах или в европейских странах, которые думают, ну вот скорее всего, правда может находиться где-то посередине. Если с таких высоких трибун в ООН представители России делают такие серьезные обвинения, возможно, какие-то случаи есть. Вот на это, мне кажется, и рассчитывают в Кремле, на это рассчитывают российские чиновники, повторяя эти безумные, безосновательные обвинения. Обвинения повторяют также и представители американской, иногда политики Марджери Тейлор Грин. Моя любимица, я могу откровенно об этом сказать, человек, который почему-то считает, что теория заговора QAnon имеет право вообще на жительство и на то, что о ней нужно говорить и продвигать в широкие массы жителей США и жителей европейских стран. Еще есть один представитель, не политикум, но уже наш с тобой коллега, Лилан Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News, который сравнивает президента Украины Владимира Зеленского с Лениным, который якобы закрывает церкви украинские и так далее и тому подобное. Ну то есть вот этот бред сумасшедших, он также продуцируется, и в стране, где демократия, это, наверное, самое главное слово, после аббревиатуры самой страны, как мне, наверное, кажется. Являются ли подобные месседжи частью, скажем так, продуцируемой России пропаганды? Либо же это не более чем политические игрища, попытка забрать как можно больше здесь и сейчас себе политических баллов, тем более на фоне будущих президентских выборов в США. Ну, мне кажется, использование этих месседжей, которые были созданы российской пропагандой, созданы Кремлем, именно в американских масс-медиа, в американской политике, имеют больше такую внутреннюю цель применения во внутренней политике. Мы понимаем, что скоро в Соединенных Штатах начинается избирательная кампания, и один из кандидатов, бывший президент Соединенных Штатов, он иногда использует именно эти месседжи, иногда использует эту информацию для того, чтобы убедить своих сторонников в том, что, ну, зачем поддерживать Украину? Ведь видите, что там происходит? Она и коррумпирована, и действительно, там происходят какие-то нарушения прав человека, там никакой демократии нет. Зачем такую страну поддерживать? Вот, и, собственно, политики, которые ориентируются на Трампа, они, вот эти месседжи, они используют и во внутренней политике. Они постоянно повторяют их на телевизионных эфирах, они постоянно оперируют ими во всевозможных дискуссиях, и, опять-таки, они таким образом, пытаясь использовать это для внутренних целей, они влияют и на общественное мнение в своих странах. И, ну, мы видим, что, например, среди людей, которые поддерживают республиканцев, американских граждан, у них очень низкий уровень поддержки Украины. То есть, естественно, любое правительство в демократической стране, оно ориентируется на своих избирателей, и если большинство избирателей в Соединенных Штатах или в Европе, в европейских каких-то странах будет против оказания помощи Украины, то такие правительства будут, ну, они будут как-то корректировать свою политику. Вот именно на это и рассчитаны выступления Небензи, выступления Лаврова, на то, что именно это произойдет, а вообще в идеале они рассчитывают на то, что вот такие пророссийские силы, силы, которые используют пророссийскую такую риторику, они придут к власти или в какой-то европейской стране, или в Соединенных Штатах, и таким образом они разрушат эту коалицию, которая поддерживает Украину. Давайте мы как раз продолжим, Руслан, говорить о тех моментах, которые очень часто, да, вот, как мы говорим, используют российская пропаганда, и потом это продуцируют в разных направлениях, потому что, ну, бенефициарам, как мы говорим, да, ну, конечным, скажем так, потребителям, на самом деле не всегда бывает и российский потребитель, потому что есть месседжек, часто повторяемые, а на самом деле, если мы вспомним Тамару Эйдельман, историка, которая говорит как раз вот, что пропагандистские такие вещи, они чаще всего строятся на ненависти, на дегуманизации, да, соперника, врага, в данном случае, если мы говорим об Украине, об украинцах, и часто повторяемые такие месседжи, они как раз и приводят к тому, что простые вещи становятся очень серьезными глобальными в вопросе вот разбрасывания и вот расширения этих пропагандистских месседжей, и не только в самой Российской Федерации. Вот мы начали говорить немножечко о религии, и хотелось бы вспомнить вот этот момент, он на самом деле очень важный, да, вот есть аспекты, связанные с тем, что происходит с УПЦ Московского Патриархата в Украине, но есть еще и другие месседжи, связанные с религией, которые как раз россияне пытаются выдать как за реальный факт. По пропагандистским российским телеканалам распространяется видео, на котором якобы военнослужащие вооруженных сил Украины режут на Коране сало, а также разжигают им костер. Мол, вот такая религиозная нетерпимость есть в вооруженных силах Украины. И здесь, как пишет обозреватель группы информационного сопротивления Александр Коваленко, помимо надуманной темы, бездарной постановки и слабой проработки актерской игры, необходимо обратить внимание и на другой контекст. С начала 2023-го в Стокгольме, давайте напомним, также показательно сжигался Коран таким себе деятелем Расму Самополуденом. Этот поступок был направлен на разжигание неприятия между Швецией и Турцией. Но самое интересное, кто стоял за Паладуном. Давайте послушаем. Освещение этого акта вандализма осуществлялось журналистом Чангом Йоханнесем Фриком, владельцем онлайн-издания Нихетер Идак, а также ведущим на телеканале СДРХ, до того работавшим в Russia Today и делавшим репортажи для российского пропагандистского ресурса Раптли. Связь между вандалом из Стокгольма и российскими агентами влияния очень быстро всплыла на поверхность. Теперь же российская пропаганда пытается одним выстрелом убить двух зайцев, дискредитировать Украину среди мусульман, а также отвлечь внимание от действий своей агентуры в Швеции. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Давайте, Руслан, немножко этот кейс разберем, потому что давайте также вспомним Швеция, которая подала заявку на вступление в НАТО, Украина, которая тоже свой путь определила, этот путь в Европейский Союз и в НАТО. И мы видим вот такое вот разжигание на религиозной почве Корана. Мы вот сейчас, Александр Коваленко рассказал на самом деле, кто стоит за тем, что происходило в Швеции, и с зажиганием Корана опять всплыла «Раша Тудэй». Но если мы говорим о таком кейсе, вот религиозная почва, насколько религиозная почва и продуцирование вокруг религиозной почвы может привести к серьезным последствиям и конфликтам? Ну, вы видите, что этот кейс, когда фактически он затормозил вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкое правительство, оно было вынуждено, начать такие вот переговоры, и оно отложило фактически процедуру присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу Североатлантическому. Именно на это и на подобную какую-то реакцию в мусульманских странах рассчитаны вот такие фейки, которые делает российская пропаганда на религиозной почве. Вот этот кейс, когда якобы украинский солдат там нарезает сало на Коране, целевая аудитория та же. Она, это такая история рассчитана на то, что в какие-то СМИ в мусульманских странах, они подхватят эту историю. И той же Турции, тем же другим мусульманским странам, или странам, где сильное влияние мусульманства и большие какие-то мусульманские общины, им будет просто сложнее оказывать Украине поддержку. Потому что какая-то часть населения, увидев это по телевидению или услышав эту историю где-то в чьих-то там блогах или увидев где-то в соцсетях, они будут требовать расследования, они просто могут изменить свое какое-то отношение к Украине на более негативное. И на самом деле вот таких историй может быть и дальше больше. И все они будут рассчитаны на то, чтобы испортить наши отношения с нашими партнерами, разными партнерами. В данном случае, я думаю, что ключевым партнером, на которого рассчитана была эта история, это была Турция. В том числе. Ну и из последних примеров, недавно Министерство энергетики Украины заявили о том, что один из примеров вот вообще, как таких фейков, в Минэнерго украинском заявили о том, что в Украине будут производить ядерное топливо на замену российскому энергоатому. Об этом украинская компания также говорила, для чего нужно ядерное топливо, для того, чтобы заменить его на атомных электростанциях. В том числе, чтобы была работа, проводилась в том числе, чтобы жизнь продолжалась, скажем так, на тех электростанциях, которых есть необходимость. Так вот, почему я зацепился именно за это заявление? Вот буквально сколько? 10 минут тому назад, 13 минут тому назад, есть такой человечек, можно его назвать, господин Сладков. Это пропагандист российский, понятное дело, работающий на нескольких ресурсах, сразу же, Российской Федерации. Что пишет Сладков у себя, как реакцию на эту новость? Цитирую. Ядерная программа Украины, это завещание Зеленского. Это очень нехорошая тема для Киева, катализатор, ускоритель конфликта, мягко говоря, а так строка из приговора. Понятно, что просто так заявление, типа, ну, россияне, давайте, наступайте быстрее, а то мы ядерное топливо начнем делать. Оно так просто не рождается. Раздергивают нас и укрепляют мысли с этим режимом. Ну, имеется в виду, господин Сладков, режим Зеленского, смешно звучит. Однозначно с этим режимом надо кончать. во-первых, господин Сладков, видимо, своим убогим интеллектом не понимает, что ядерное топливо не всегда для ядерного оружия необходимо. А с другой стороны, вот, насколько такая легкая, довольно, ну, я бы сказал, даже наглая манипуляция, она меняет вообще направление темы основное. То есть, Минэнерго говорит украинское о необходимости украинского ядерного топлива для украинских АЭС. И тут эта тема вообще меняется. скажем так. Можем ли мы говорить о том, что, возможно, в России вновь начнут свою старую балалайку о том, о ядерном оружии на территории Украины? Ну, российская пропаганда очень активно использует ядерную тематику и, в частности, скажем, Запорожская АЭС. Ведь это не только не способ такого экономического шантажа Украины, ведь эта станция была очень важным элементом украинской энергосистемы. Это элемент шантажа в первую очередь Европы. Почему? Потому что всем понятно, если там произойдет какая-то катастрофа, то ее последствия будут ощущаться не только в Украине, но и в европейских странах. Это вообще потенциально очень опасная история. То есть каждый раз, когда европейские страны собираются где-то в Рамштайне для того, чтобы обсудить, А как еще можно помочь Украине? Украине какие новые военные оборудования можно дать? Танки или самолеты или еще что-то? Или выползает Дмитрий Медведев, бывший российский президент, и где-то в телеграме начинает какие-то распространять ядерные угрозы. Или вот появляются такие сладковые, которые начинают эксплуатировать тему ядерного шантажа с помощью атомных станций украинских. Якобы Украина хочет получить ядерное оружие и это опасность для всего мира. То есть это очень важный элемент шантажа Запада для того, чтобы принудить его к переговорам с Россией, для того, чтобы принудить Запад пойти на уступки России. Вам спасибо огромное. Всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что Руслан Дониченко был с нами на связи. Соучредитель платформы СтопФейк.